Завтра, друзья мои, будет такое событие, такое событие, но оно уже начинается сегодня, потому что в Аптекарском огороде стартует третий фестиваль Город Джаз, и просто вот мысли, эмоции, всё нас переполняет, будем говорить об этом целый час. В гостях у нас два потрясающих, замечательных человека, ну и Владислав Путузов, который как-то потерял. Ну и Валерий Майор, вы и телерадиоканал Страна ФМ здесь вместе с вами, друзья. Всем ещё раз доброго утра и с пятницы вас, и вас, дорогие гости, тоже с пятницы. Ну и с наступающим большим праздником, который будет длиться три дня, сегодня, завтра и послезавтра, всё правильно же? В выходные дни, мы уже поговорили о погоде за эфиром чуть-чуть, и договорились, что там вроде бы всё в порядке. Да подожди, ты про погоду, дай я гостей-то представлю. Давай, конечно, я смотрю, ты потерялся, я хотел тебя поддержать, а ты взял и слово у меня отобрал. Итак, директор Аптекарского огорода Алексей Ритиюм. Доброе утро. И потрясающая, божественная певица Этери Боряшвили, звезда шоу «Голос», голос, который невозможно забыть. Вот все эти люди у нас сейчас в студии. Доброе утро. Доброе утро, дай я спасибо, что пришли. Не могу вам не сказать об этом, конечно, почему мы поговорим о фестивале. Вся семья, вся семья без исключения болела за вас. Да, вот так вот. И переживала каждый раз сегодня. Так это вы отправляли смс-ки, да? И мы тоже, и мы тоже в числе прочих многочистых людей. Спасибо большое. Ну что, давайте мы о фестивале, наверное, да? Давайте, да. Давайте, да, уже, между прочим, уже три года он проходит в старейшем ботаническом саду России, ботаническом саду МГО «Аптекарский огород». В значительной степени мы вообще последние годы пытались рассматривать вообще ботанический сад как настоящую такую культурную площадку, где как можно больше должно проходить разнообразных культурных ивентов, как теперь сейчас принято говорить, да? Ивенты и перформансы. И, конечно же, я всю жизнь безумно любил музыку и мечтал, чтобы, знаете, вот ботанический сад стал таким музыкальным центром. Если сейчас приблизиться к ботаническому саду, кто не знает, он находится на проспекте Мира, да, буквально совсем рядом со станцией метропроспект Мира-Кольцевая. Первое, что бросается в глаза, это афиши всевозможных концертов. Это джаз наш, который уже три года проходит. Это классика всевозможнейшая, начиная от барокко, кончаясь современной музыкой. Это патриотические песни, которые мы исполняем, скажем, 9 мая. Все под открытым небом. Все под открытым небом, да, или на День России. То есть мы пытаемся сделать настолько разнообразной нашу музыкальную программу, насколько возможную. Теперь уже о нашем фестивале джаза. То есть я хотел уточнить, для тех, кому интересно, таких людей очень много, ограничения по стилям нет абсолютно никакого. Никаких, никакой цензуры. Да, мы специально пытаемся представить музыку на самый разный вкус, на самых разных любителей. Вот даже, например, вот ваш замечательный концерт, который будет завтра у нас садом, пройдет одновременно с совершенно другим концертом классической музыки, который будет у нас в исторической лаборатории. Там будут исполняться романсы Петра Ильича Чайковского. То есть можно будет прийти как на джазовый концерт, так и на концерт классической музыки в одно и то же время. И разорваться просто. Да, 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 да. Так что джазовый только будет под открытым небом. Я надеюсь, что он соберет тысячи поклонников, потому что завтра обещают хорошую погоду. Проходит у нас этот джазовый фестиваль на так называемом концертном поле. Мы там недавно построили замечательную сцену, сделали замечательный такой звук, и люди будут располагаться на таких уютных разноцветных пупах. Само по себе настроение, вот, да, воля этого, прежде чем доберешься до этого концертового поля, нужно пройти через весь ботанический сад. А это довольно красиво. Смею, смею верить всех тех, кто нас слышит и видит. И там же сейчас все цветет. Да, там сейчас цветут пионы невероятно. Невероятно пахнет джазмин, у которого у нас огромное количество сортов. Нужно пройти сквозь сад лекарственных трав. То есть такой хитрый маршрут. Знаете, это концерт в поле не где-то в центре, а в самом конце. И когда все посетители идут через сад, они попадают на центральный портер, где сейчас мы рассаживаем канны, где цветет фантастическое дерево, кладрасти с желтой, с такими не спадающими кистями белых цветов. И потом через сад лекарственных трав, дань первому веку истории нашего сада, да, когда он еще был аптекарским огородом, люди попадают уже на концертное поле. То есть у них удовольствие в начале от прогулки по историческому саду, а потом от замечательного концерта. Лера, Алексей так потрясающе. Я чувствую аромат уже. Я вот так ощущаю, что я уже там нахожусь прямо сейчас. Давайте мне надолго прервемся, друзья. Две-три минуточки, и мы вернемся к вам. Потрясающие люди находятся у нас сегодня в студии. Еще раз для тех, кто к нам только что присоединился на телерадиоканале «Страна.ФМ» мы сегодня говорим о фестивале «Город джаз». В гостях у нас директор аптекарского огорода Алексей Реттеюм. Реттеюм, простите, Этери Боряшвили. Это джазовая певица. И мы начали уже говорить о том, каким потрясающим маршрутом пойдут люди сквозь цветущий сад, и что они услышат сегодня, завтра и послезавтра. Давайте на самом деле поговорим о том, что будет сегодня. Сегодня будет замечательный такой ансамбль. Называется он «Энцелерадо». И мы сегодня с 8 часов до почти что 10 сможем наслаждаться двухчасовой программой бразильских танцевальных ритмов. Мы как будто прыгнем, перепрыгнем в Рио-де-Жанейро и окажемся на каком-нибудь там фестивале бразильской музыки. Причем это будет происходить под открытым небом, как я уже говорил, на нашем этом концертном поле. И сегодня всех приглашаю на это совершенно незабываемое, зажигательное, поразительное такое действие. Ну а завтра сразу два концерта «Этерия». Она, наверное, сама расскажет, что будет в программе завтрашнего концерта и как он будет организован. И завтра одновременно в старинной лаборатории, о чем я уже говорил, в исполнении двух совершенно замечательных музыкантов. Один из них — это выпускник факультета искусства МГУ. Между прочим, в МГУ недавно был создан факультет искусств. Поэтому мы теперь занимаемся не только наукой и образованием, но и культурой. И вот мы готовим даже певцов. Причем не только классических, но и эстрадных. Прямо есть отделение эстрадного вокала. Ну вот, Денис Аполлонин, который закончил этот факультет, потом проходил еще стажировку в Академии молодого певца при Муриинском театре, потом еще учился в Италии у знаменитого маэстро Витта Марии Брунетти, который был другом и одногруппником великого луча на повороте. И вот он вернулся теперь и будет выступать у нас с циклом романсов Чайковского. Причем мы как бы тут следуем благородной традиции, которую сложил еще там Лемешев, Архипова, которые исполняли циклы романсов Чайковского. Вот это можно будет услышать в камерной исторической лаборатории. Причем про каждый из романцев будет рассказывать исполнитель партии фортепиано этих концертов, замечательный пианист Филипп Чельцов. То есть будет не только, можно будет услышать эти романсы, но и будет краткий такой рассказ о том, в связи с чем, когда был написан тот или иной романс, какую роль в духовной жизни великого человека, великого композитора он сыграл. И вот это будет такая ретроспектива. Ну а о концерте Этери лучше расскажет сама Этери. Да, Этери, пожалуйста, расскажите. Я теперь думаю, что это рассказывает, что мы с вами концерты, что мы с вами сказали. Но мы же второй год... Ты хочешь, чтобы не пойти уже на этот концерт? Мы же второй год подряд, понимая, что если в этом фестивале... Да, 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 второй год подряд проходит. Наша команда «Береж Валелосев Групп» называется, у нас так нескромненько. Наша команда участвует в фестивале «Город Джаз». Это очень приятно, что в Москве есть такие потрясающие места, очень красивые, очень европейские, где можно действительно расположиться в абсолютно расслабленном состоянии. Это я вот говорю информацию для слушателей концерта. Во-первых, насладиться этими ароматами, которые к вечеру начинают обострять, усиливаются. Потому что когда мы приходили днем на саундчек, на репетицию, я просто рассказываю свои прошлогодние впечатления, днем приходили, был один запах, потом вернулись мы в гримерку, гримерка у нас была ближе к проспекту Мира, а когда уже вечером я бежала к сцене, то есть это был совершенно другой набор... Объединяющий. Объединяющий аромат, и, конечно, ты на сцену заходишь абсолютно здоровый. Ощущение, что просто аптекарский «Город» не только предоставляет эту фантастическую площадку, но и оздоравливает. Что касается концертной программы. Концертной программы, Этери, давайте мы попозже о ней расскажем. У нас сейчас небольшой перерыв. Так у нас предусмотрено все, друзья, будьте здесь. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Скоро к вам вернемся. Выходи за меня. Представляете, Вячеслава, выходи за меня не очень, как ты к сегодняшнему утру. Зато ты можешь говорить, что у нас тут просто космос. Присоединяйтесь к нам, наверное, так правильно все-таки прозвучит, друзья. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Еще раз всем доброе утро. У нас сегодня потрясающие гости, потрясающие, удивительная джазовая певица Этери Беряшвили. Этери, здрасте еще раз. Доброе утро. И Алексей Роклиюм у нас в гостях. Как сегодня директор аптекарского огорода. Ну, слушайте, мы остановились с вами, Этери, о программе хотели рассказать. Да. А, собственно, это все будет завтра уже. Это все будет завтра. Я хотела сказать, что это будет. Вообще, что за проект «Беряшвили Лосев Групп»? Это тандем двух творческих людей. Александр Лосев, собственно, автор проекта. И он писал очень потрясающие красивые мелодии. Писал, продолжает писать. Вообще, молодой парень, который никогда не был в Грузии, но почему-то он захотел, чтобы его песни зазвучали на грузинском языке. Тут нам помогла моя сестра, которая пишет стихи. И, собственно, получилась какая-то очень интересная история такая русско-грузинская... Имени русско-грузинской дружбы, российско-грузинской дружбы. И, в общем-то, я была очень удивлена, когда впервые на нашем сольном концерте я увидела, как девочка, которая абсолютно блондинка, которая вообще не имеет никакого отношения к Грузии и Кавказу, она слово в слово повторяла грузинский текст. То есть она пела, и даже где-то я забывала слова, я смотрела на нее, она мне подсказывала. Как суфлер. Да, как суфлер российский. Потом мои подруги, естественно, выучили все эти песни. И, в общем-то, сейчас мы с грузинским песнем мы чуть-чуть притормозили, мы добавляем очень красивые песни, авторские на русском языке. То есть тут у нас, получается, у нас даже есть композиции, которые без слов, но в этих композициях столько радости, столько, не знаю, энергии, что, наверное, они говорят сами за себя. Но это с вокалом тоже? Это с вокалом. Это импровизм джазовый, да? Вот у нас есть такая композиция, она называется «Шаманы». Там самый главный шаман, который сидит на сцене, это Артур Газаров, потрясающий перкуссионист, барабанщик, не знаю, удивительный человек, который такие, какие у него, миллион восемьсот инструментов, и нет-нет, что-нибудь звенит из его... Бонги всякие. Да, бонги это все, но у него сковородка с венчиком, который он применяет. Потом какая-то пила, какие-то такие вот звуки он сдает. Это очень интересная, на мой взгляд, интересная программа, под которую можно и потанцевать, и поплакать, и посмеяться, и, не знаю, просто послушать. Не знаю, мне кажется, в прошлом году у нас тоже был концерт, большой сольный концерт в рамках проекта «Город джаз», и мы немножечко не уложились вот... В тайминг, да? Да, в таймингинг, потому что хотелось всего много. У нас потрясающие импровизирующие музыканты, которые затягивали импровизации на 2-3 минуты, в итоге одна композиция шла 7-8 минут. И, конечно же, последние песни мы просто выключили весь звук, и практически вот все подошли близко к сцене, пели практически акапельно. То есть очень-очень еле-еле звучало. Квартирник перетекло все. Да, да, перетекло из опен-эйров квартирника. Но это же такая особая магия, на самом деле. Конечно. Да это совершенно другое вообще. Вот мы говорили за эфиром, что в зале звук, он всегда куда-то утыкается, возвращается, а тут как будто в бесконечность. Действительно, есть что-то такое вот космическое, именно вот в таком исполнении, в опен-эйрах. Я понимаю людей, которые обожают петь на фестивале. Я очень люблю такие фестивали, потому что какой-то вот звук, который к тебе не возвращается, он улетает в Институт Склифосовского, по-моему. Слушай, а потом обстановка, она же более расслабленная. Она не такая академичная или академическая, да, как в зале в каком-то серьезном. Это совершенно другая обстановка. Знаете, мы способны сделать несерьезно даже самый серьезный зал. Поэтому, конечно, но опен-эйр — это вот абсолютно наша стихия с Александром. И я думаю, что это правильный, очень правильный взаимный выбор. То есть я благодарна фестивалю, который пригласил нас поучаствовать в концертах, в серии концертов. И, в общем-то, место совершенно фантастическое выбор. Я таких опен-эйров никогда нигде не пела. Слушайте, ну у вас потрясающая совершенно энергетика, поэтому прокачайте и зал любой опен-эйр, любой. Мне кажется, даже вот километровый какой-то вообще совершенно огромный. А вот, кстати, в аптекарском огороде это действительно километровый. Я не знаю, сколько метров в длину? Метр двести, наверное, не меньше. Метр двести в длину. Кстати, по поводу энергетики. У нас ведь в самое ближайшее время будет возможность испытать это все на себе. Да, Этерис поет абсолютно новую песню. Это будет эксклюзив. И премьера песня называется «Осталось». Все это прозвучит, конечно же, живьем. Здесь в утре на телерадиоканале «Страна ФМ». Все это очень скоро, через несколько минут. Так что, друзья, будьте, пожалуйста, здесь. Не, наверное, абсолютно точная любовь у нас к фестивалю «Город Джаз». Чем больше мы про него узнаем, тем больше наше сердце уже стремится туда, на просторы. Дышать жасмином, дышать пионами и слушать потрясающую музыку. Слушай, ты тоже научилась так говорить, что и от тебя то же самое испортить. Обязательно. Друзья, у нас директор аптекарского огорода Алексей Баритаюм в гостях и потрясающая певица Терри Барияшвили. У нас же запланирована песня потрясающая. У нас же запланирована премьера. Но прежде, Алексей, к вам хочу обратиться. Давайте скажем всем тем, кто нас прямо сейчас смотрит и слушает, к скольки подходить. Ну, для тех, кто не купил билеты. К восьми, да. Причем билеты можно купить и онлайн. Да, вот это важный момент. Спосредственно перед концертом, прямо в аптекарском огороде, у нас там прекрасные кассы на втором этаже, хотя бы за 10-15 минут заходите, проходите через сад и оказываетесь на концерте. Я думаю, что нужно прийти в семь. Лучше, да. Надо погулять. Вы правы, да. На аптекарском огороде надо надышаться, подготовить себя, оздоровить фактически себя, а потом добить еще процесс оздоровления музычкой. Абсолютно. Ну, ограничений никаких нет. Естественно, места хватит абсолютно всем, да и по-моему. Да, может, вы влезете 3,5 тысячи человек. Этери, мы бы хотели попросить вас прямо сейчас спеть вот ту потрясающую песню, которая прозвучит примерно сегодня у нас. Называется «Осталось». Ну, пару слов, может быть, о ней вы расскажете. В эфире действительно впервые звучит эта песня. Песня называется «Осталось», музыку написал Александр Лосев, слова Татьяна Агапова. Так что, вот, очень красивая песня, которую просто я ее выплакала уже, поэтому сегодня, наверное, плакать не буду. Очень эмоциональная песня. Ну, давайте, давайте будем начинать. Да, я тоже. Итак, друзья, прямо сейчас премьера на телерадиоканале «Страна.ФМ» все живьем звучит. Поехали. Мосты развели над дневой, и сердце твое не со мной. Волшебные годы любви прошли. Не знаю, чья в этом вина, я больше тобой не пьяна. Вдали исчезают ушедшие дни. Осталась легкая усталость до последней капли. Все ушло внезапно. Осталась и печаль, и радость. Словно невидимка за ночной удымкой я иду одна. Открыла наш старый альбом. Вот здесь мы смеемся вдвоем. Нам больше такими не стать опять. Развеялись все миражи. У каждого новая жизнь. Куда все ушло, нам теперь не понять. Осталась легкая усталость до последней капли. Все ушло внезапно. Осталась и печаль, и радость. Словно невидимка за ночной удымкой я иду одна. КОНЕЦ Осталась легкая усталость До последней капли Все ушло внезапно Осталась и печаль, и радость Словно невидимка за ночною дымкой Я иду одна Одна Как-то вот даже мы обычно по утрам кричим здесь и громко говорим А сейчас как-то не получается это делать на самом деле Хочется шепотом все делать Кстати, потрясающая песня осталась Терри, скажите, а как вообще получается у вас? Вы вот некоторые моменты практически шепотом Но энергии там столько вложены, что просто огромное количество Знаете, я немножко преподаю Издалека начну отвечать И когда меня спрашивают, а вот как у вас вот это получается? Я говорю, ребята, вам не хватает количества прожитых лет Когда живешь определенное количество лет И разные события в твоей жизни происходят Эти события придают тяжесть словам Не тяжесть, а именно ту самую энергию, о которой вы говорите И, наверное, не буду, не открою Америку, если скажу, что надо продолжать учиться Я до сих пор учусь, я до сих пор занимаюсь вокалом И каждый ученик, который приходит ко мне Это как новая книга, которую я читаю И учусь у них То есть мы обогащаем взаймы друг друга Слушайте, ну действительно, мы все в потрясенном состоянии с Валерией находимся И мурашки Надо как-то привести себя в порядок У меня тоже, потому что это песня такая Это Саше Лосеву спасибо огромное Это его музыка, да? Его музыка, да, и Татьяне Агаповой За абсолютно точное попадание слов в мою жизнь И в мою жизнь в эти слова Спасибо, Игорь. Ну давайте сделаем небольшую передышечку, друзья Как всегда, две-три минуточки И мы снова к вам вернемся здесь, встретимся на стране Это телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну И сегодня у нас потрясающий эфир Который вот прям заряжает энергией космоса Не побоюсь таких громких слов Да, Владислав? Да, Этери Бериашвили у нас в гостях Потрясающая певица Я скажу, это космическая Космическая, да? Космическая, да? Вот хотелось произнести это слово Директор аптекарского огорода Алексей Ретеюн Еще раз доброе утро Но потихонечку мы заканчиваем Хотели все-таки Я хотел спросить у вас, Этери Завтра же вот полноценный Он большой Сколько по времени будет длиться? Два часа будет длиться Два часа будет длиться Почти два часа Но нам самое главное закончить Не позже 22.00 Потому что аптекарский огород находится В окружении жилых домов И нужно, конечно, уважать интересы Но у вас есть потрясающий опыт прошлого года Когда можно акапеллочкой потихонечку Представляете, как везет этим людям? Они просто вот в окно выглядывают А у них там все И цветущий сад И потрясающая музыка Ну прям мечтать Многие даже выходят на балкон И некоторые начинают танцевать Там живут Ты живешь рядом Выходишь на балкон просто вечером И вот это вот все перед тобой То есть аудитории еще больше даже Чем вот приходят люди Алексей, давайте еще по поводу По программе фестиваля Еще раз напоминаю, что сегодня Прямо сегодня Это такое путешествие На карнавал в Рио-де-Жанейро Да, с группой Энс-э-ля-рада И можно будет услышать Танцевальные ритмы Бразилии И потанцевать И потанцевать Завтра Этери А послезавтра у нас запланирован Тоже уникальный концерт Это легенда отечественного джаза Алексей Семенович Козлов Народный артист России И он подготовил специальную программу Специально для посетителей этого концерта Тоже 8 часов, воскресенье Он, кстати, давний друг Аптекарского огорода Он очень много раз выступал У нас на концертном поле И именно он был одним из инициаторов Этой нашей прекрасной программы Которая называется «Город джаз» Потому что именно сотрудничество В рамках всего этого фестиваля У нас именно с клубом Алексея Семеновича Козлова И если вы хотите услышать И его легендарный саксофон И его легендарную группу «Арсенал» То приходите к нам в воскресенье В 8 вечера Вот вы сказали, что какая-то специальная программа Насколько я знаю, там даже хип-хоп будет как-то завешивать Да, именно, это будет не только джаз Но это лучше прийти и услышать И писать это слово Это в рамках выступления Алексея Козлова Да, 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 да В это воскресенье В рамках фестиваля Джаз значит «Наватор» Да, в рамках фестиваля «Город джаз» Ну и надо сказать, что на этом мы отнюдь не ограничиваемся В следующую пятницу и в субботу То есть 22-23 июня У нас будут потрясающие концерты Которые называются «Сон в летнюю ночь» Эти концерты будут посвящены барочной музыке Которую часто писали В том числе для певцов-кастратов Если вы помните, да, что после указа Сикста 5 в 1588 году Женщинам запретили выступать и на церковной сцене И где бы то ни было еще И в результате очень многие величайшие композиторы 17-го и 18-го веков Это, конечно же, и Георг Фридрих Гендель Это и Никола Порпора Это Рикардо Броски Брат знаменитого Карла Броски Известного всем под псевдонимом Форенелли Это Генри Пёрнсел Великий английский композитор Писали музыку для кастратов И вот у нас можно будет услышать во время этих концертов Потрясающий голос знаменитого немецкого контртенора Да, теперь, слава богу, никого не кастрируют Но многие современные певцы научились петь Таким сверхвысоким мужским певческим голосом Который называется контртенор И у нас будет гастроли Ну, в рамках вот этого вот наших этих концертов Будут гастроли знаменитого контртенора из Германии Которого зовут Филипп Матман И он будет петь те самые барочные арии Которые когда-то писались для певцов кастратов Если кто-то не слышал, как он поет Достаточно брать в Ютьюбе Филипп Матман И вы услышите потрясающий, божественный, ангельский голос Это ведь редчайшая возможность услышать этот голос Это редчайшие голоса И причем, естественно, это будут концерты с оркестром Замечательный оркестр, который называется Квеста-музыка под управлением Очень тоже близкого моего друга Филиппа Чижевского Замечательного дирижера, который очень часто выступает На самых известных концертных площадках И Москвы, и России, и Европы И замечательная еще певица, меццисопрано Которую зовут Дарья Телятникова Она солистка Мариинского театра И вот такие вот барочные концерты тоже пройдут у нас Под открытым небом 22 и 23 июня Я надеюсь, что это будет незабываемое зрелище Еще с учетом того, что ведь барочная музыка Часто писалась специально для исполнения Под открытым небом И многие арии, которые прозвучат Исполняются крайне редко Мы даже пытаемся, например, включать В наши программы кусочки, фрагменты Первой в истории оперы, которую написал Якоб Апери, и которая впервые была исполнена По-моему, 10 октября 1600 года во Флоренции Она называется Ивредика То есть что-то такое, что не услышишь нигде и никогда Скажите, пожалуйста, вот Этери описала так эту блондинку Которая повторяла слова Вообще, вот аудитория какая? Кто приходит? Какой возраст? Какие люди приходят на ваши мероприятия? Вы знаете, часто наши концерты посещают реально тысячи людей Во-первых, ботанический сад очень популярен Наш инстаграм там 304 тысячи подписчиков Естественно, мы пиарим, рекламируем все то, что у нас происходит И в результате публика самая разнообразная Это и пожилые люди, и совсем молодые И совсем дети, которые начинают танцевать во время концерта Благо, это там можно себе позволить И это так мило, так прикольно Мы пытаемся фотографировать как-то вот эти вот Снимать эти моменты Необыкновенные атмосферы Да, необыкновенная атмосфера этих концертов Так что всех приглашаю на барочные концерты 22 и 23 числа тоже Ну и, конечно же, на Алексея Семеновича Козлова Ближайшее воскресенье Это уже послезавтра, получается Ну и литер, конечно Ну а завтра, да Завтра будем вещать мы Да и сегодня бразильская музыка Мне кажется, все мероприятия стоит посетить И все мероприятия оставят какой-то неизгладимый след в вашей душе Вот так как ваш визит в нашу студию Ну, оставил что-то потрясающее внутри Да, но у нас вот совсем остается мало времени Давайте еще раз напомним Значит, третий фестиваль «Город Джаз», так он называется Стартует сегодня вечером и продлится вплоть до воскресенья Продолжается завтра и заканчивается в воскресенье Но заканчивается не навсегда Потому что в течение лета В выходные дни еще много раз будет совместные с клубом Алексея Семеновича Козлова Концерты в рамках нашего фестиваля «Город Джаз» Так что следите за нашими новостями на сайте hortus.ru В нашем инстаграме hortus.ru Это, кстати, официальный инстаграм-аккаунт И сайт ботанического сооружения Приглашаем всех от Регерия Швили Спасибо вам большое Алексей Ритаюм, вам, Алексей, большое спасибо Мы к вам тоже заглянем Всегда с огромным удовольствием участвуют в вашей передаче Спасибо, до свидания